В своей работе я экспериментировала много с разными методами, и в итоге становилась на естественном омоложении. Я давно обучаю людей техникам самомассажа, и это очень люблю объяснять, чтобы вам вложить понимание, вот как это работает, не просто, что вот подвигай, поделай там кошкины лапки или какие-то точки, а чтобы вы понимали и чувствовали движение. Это вырабатывает некий навык, такую нейронную связь, когда потом это делается на автоматизме и от удовольствия, а не потому, что надо. И сегодня была такая идея сделать самомассаж глаз во время нанесения сыворотки. То есть мы его будем разбирать, этот самомассаж, где-то полтора часа, каждое движение, пальчик поставим, но вы в итоге будете его делать там минуты за три. И вот по таким маленьким шагам мы с вами будем улучшать состояние глаз. И прежде чем приходить вот к глазам, мне хотелось бы услышать вашу обратную связь, что беспокоит именно с вашим, что беспокоит вас с глазами. От кого-то, может быть, отёки? Отёки. Ага, мешки под глазами, да? Вот отёки и мешки немножко разные, потому что мы по стадиям, да? А мешки больше относятся к жировым пакетам, и мы сегодня их тоже разберём. Сухость. Сухость под глазничное, да? Угу. Да. Я сразу про микроциркуляцию думаю. Ага, отлично. Следующее. Кто ещё? Ну, расползание морщин от глаз. Гусиные лапки, да? Да, основной такой момент. Может быть, нависающий век у кого-то? Да, такой вот распахнутости хочется глаза. Что ещё может быть? Какой глаз, когда во внутрь уходит, да? Да, вот это вот западение такое, да? Падение глаз, уменьшение глаза, так вот, до его объёма как бы. Угу. А может быть, кроме мешков под глазами, ещё у кого-то вот здесь вот есть, да? Сложные? Синяки. Двойной мешок. Да-да-да-да-да. Мы сейчас посмотрим. Так, ну, в общем, мы пришли на правильное место. Мы сегодня всё это разберём. И что нам куда нужно посмотреть, чтобы поработать с глазами? В первую очередь нам важно расслабить мышцы. То есть это вот примерно такая логика нашего мастер-класса. Мы расслабим мышцы. И почему это важно? Вот круговая мышца глаза, которую вы наверняка знаете все, да? Вот она уходит вокруг косточки орбитальной. Она стареет по принципу диафрагмы фотоаппарата. Вот она когда сужается. И у нас примерно так же вот глаз, он становится чуть меньше. И обратите внимание, что мышца, круговая мышца глаза, она практически, да, вот уходит в век. И это вот всё как бы мышца. И потихонечку она сужается, глаз становится меньше или западает. Поэтому важно работать именно с этой мышцей. Далее важно снять отёк. Это поработать с лимфатическими, венозными сосудами. Мы сегодня посмотрим, как они расположены и что делать. Важно сбалансировать нервную систему. Здесь у нас есть точки выхода лицевого нерва. И работая с ними, мы можем снимать вот это напряжение глаз. Особенно последние, там, 10-5, наверное, 5 лет. Последние, когда появляются телефоны, соцсети. У нас очень много ближнего зрения. И это проблема действительно последних лет. И мало дальнего зрения у нас появляется вот это вот напряжение нервной системы, да, фокусировка постоянная. Нам эту фокусировку нужно снимать и расслаблять через точки выхода нервов. Дальше мы подвигаем пакетов, тут ошибка, жировые пакеты, через фасции. И вот то, что мы описали с вами, жировые пакеты на нижнем веке, чуть пониже, суфы называются. Они тоже вот, мы их посмотрим. И важно создать скольжение слоёв дермы и круговой мышцы глаза. И, кстати, вот тут вопрос к сухости, к микроциркуляции. Это тогда, когда у нас с вами очень много такого вялотекущего стресса. То есть не резкая такая выброса адреналина, кортизола, когда сосуды суждаются, крупные, кровеносные. Потом они расслабляются. Но мы находимся с вами в таком хроническом вялотекущем стрессе, да, и ещё там постоянно кофе выпить, какие-то стимуляторы в Москве. То у нас постоянно сужаются именно мелкие капиллярные сосуды. Это вот микроциркуляции, маленькие капилляры. То есть общие коронарные сосуды всё нормально, на них малые дозы кортизола не действуют. Здесь они снижаются, сужаются. И вот представьте маленький-маленький капилляр, который подходит к питанию дермы нашей кожи. Он также имеет сфинктер. То есть у каждого сосуда есть сфинктер, который регулирует кровоток. И он получается спазмирован. Через обычный капилляр можно пройти один эритроцит, который несёт кислород и, соответственно, питание клеток. Если спазмировано, не приносит. И вот именно микроциркуляция вот эта вот, она снижается. Мы что видим на лице? Сухость и вот такой землистый цвет лица. И нам важно здесь как бы больше от местного пойти, от местной истории. То есть понятно, стресс, общие факторы тоже важно убирать. Но вот через скольжение слоёв дермы и круговой мышцы глаза, то есть я хотела вам дать такую метафору, что мы будем создавать скольжение слоёв. Там их дермы, с дермы у нас есть, дальше подкорно-жировая клетчатка, мышцы, там как бы слоёный такой пирог. Нам важно... Ну, что-то вот и вроде, да, что-то нам нужно разлепить. Там должна и сцепка быть, и в то же время они должны быть пластичные. Мы вот эту пластичность через одну технику классную сделаем. Но вот важно микроциркуляции тоже работать и вот туда смотреть. Потому что иначе вот любой крем, который вы нанесёте, он как бы в целом, с точки зрения вот именно работы с микроциркуляцией, ему сложно будет это делать. Хотя они тоже воздействуют на это. И что мы не будем учитывать в работе глазами? То есть вот чтобы у нас была полная ясность в этом вопросе, мы разобрали местные задачи. Но у нас ещё на глаза будет влиять общая система организма. Пищеварительная, то есть как же происходит желчоотток, как работает кишечник, это будет влиять на лимфатическую систему. Мочеводелительная, есть ли вялотекущие какие-то воспаления, это будет влиять тоже на отёки. Вся миофасциальная система, то есть мы расслабим мышцы здесь, но у нас будет работать мышцы до стоп, с по задней поверхности, различные там от живота идёт, ну, различные цепочки фасций и мышц. И здесь тоже туда можно посмотреть. В целом про переключение нервной системы чуть-чуть поговорим, но тут вот она тоже будет влиять на напряжение глаз. И что-то я ещё, у меня была какая-то мысль, я пока шла. Но в целом вот общие системы, которые тоже влияют, и туда важно в заботу о себе посмотреть. Ну а сегодня локальные техники, которые вам приведут к результату, и вы увидите уже через месяц постоянной работы. Мы начнём с вами с мышц, и мы порасслабляем круговую мышцу глаза, затем пойдём по сосудам, нервным точкам, а потом начнём смотреть с вами. Я вам всю логику сразу покажу, чтобы по конкретным мышцам. Они подсвечены здесь. И придём с вами к жировым пакетам. У нас вот такой план. Жировой пакет и потом дерма. И сейчас предлагаю начать с мышц локально. Та мышца, которая влияет на спазм глаза. А потом уже будут у нас периферии. И как мы будем с вами работать? Мастер-класс практически, поэтому я предлагаю делать это всё сразу на себе. Те, кто уже был. А кто был на мастер-классе в прошлом? Ага, новые. Отлично, мы с вами познакомились поближе. Постараюсь вас любить в самом массаж. И работали мы в прошлый раз так. Мы очищали зону лица. Сегодня глаз. У меня есть мицеллярная вода. Кому нужно снять макияж. Будем передавать по рядам. Просто тоником можно протереть глаза. И далее мы будем нанесить гель или сыворотки. Они будут периодически у нас подсыхать. Просите, будем добавлять. В целом, когда вы будете этот массаж делать дома, то есть пока она подсыхает, вы уже всё сделаете сразу. Ну и сейчас будет, конечно, учебный вариант. И я ещё буду подходить к вам. Каждый и вот эти ощущения показывает. Потому что это вот прям именно на уровне ощущений нам нужно выработать. И я хочу здесь вот такую вот подсветить метафору, что в нашем современном мире в потоке информации у нас есть вот эта вот иллюзия, что если я увидел, как бы записал, то я это уже знаю. Но узнаю на уровне ментала. Есть ещё как бы нейронные связи, кроме тех, которые у нас образуются мозгами, нейронные связи образуются с нашими руками, с ногами. Почему нам нужно тренироваться? Как на скрипке, на пианино. С массажем так же. Невозможно посмотреть видео и понять, о, я это запомнила, когда-нибудь сделала. И получается, это приводит к тому, что вы никогда ничего не делаете и просто ждёте. Вот нам нужно выработать эту нейронную связь, чтобы вы повторяли. У нас есть участник прошлого мастер-класса. Как? Нейронная связь есть? Я ждала схему какую-то, потому что забыл последовательный. А мы прислали. Ну я. Голосовое сообщение было. Да? Нет, нет, нет. Вот надо, чтобы... Надо будет, да. А сейчас Виктория сказала, что вот как бы голосовое, да, вот какое-то... Но пока вот... Надо его забыть. Я сказала уже. Угу. Ну, а ощущения какие-то делали, да? Нет, да, ощущения делали. Вот я, как бы, вот... Да. Я помню вот именно последовательность. Да, на это уже быстро потом пройдёт. Здорово. Вот активность, то есть главное. Последовательность. И, да, можно сейчас, да, сделать такой трёх минут перерыв, там помыть руки. И вот доступ сюда у вас к ватным дискам. И я поставлю сразу мицеллярная вода и тоник. Можете подойти и очистить зону глаз. Мы сейчас будем работать с вами массажными движениями, наносить гель вокруг глаз и делать это сразу с расслаблением круговой мышцы глаза. Хочу обратить ваше внимание, что вот она, круговая мышца глаза, есть она на надбровном пространстве, да, вот здесь наверху, вот эта бровь, под бровью. Она близко вот к тому, к той части глаза, где у нас синяя зона. И плюс ещё нижняя века, оно тоже достаточно объёмная, круговая мышца глаза. И часто с круговой мышцы глаза очень быстро проходим мы и не используем вот это массажное движение. А оно может быть достаточно таким плотным и точным. И что нам здесь важно посмотреть? Я буду показывать на себе. сегодня такой... Я беру небольшое количество геля, его сейчас тоже возьмёте, наношу вокруг глаз и начинаю сразу... Вот я чувствую косточку вот здесь вот. Вот она, косточка, почувствуете, её найдите. Вот здесь я косточку чувствую и начинаю вокруг по косточке двигаться. Косточка нам помогает как ориентир для того, чтобы двигаться точно по зоне глаз. И плюс она помогает ещё так подприжать мышцу мягко и почувствовать вот это расслабление. Здесь есть нюансы. Смотрите, я здесь немножко разворачиваюсь и захожу под нижнее веко. Вот здесь не боюсь сюда зайти, потому что здесь обычно пролетают так легонечко. И я вот сюда подбираюсь. Здесь разворачиваюсь и иду по косточке. Но здесь вы можете идти по косточке. Смотрите, я вот тяну вниз, как бы, да, так стараюсь, муссирую. Но нам здесь так не нужно. Нам нужно иметь в виду что интимность вожить. А мы сейчас это будем на каждой смотреть. Как раз я покажу это вот ощущение. Ощущение должно быть вот между кожей и косточкой, как будто вы эту мышцу чувствуете, что она волной такой за вами идёт. И здесь вот у вас такое должно быть ощущение, что вы эту мышцу как бы немножко наверх, да, у вас цель наверх. Её не вниз оттянуть, а немножко наверх. Или вот волной вот сюда. И вот у вас получилось это движение. Если в этот момент вы ещё дополнительно расслабляетесь, то вы ещё лучше. И дальше от этого движения можно плясать более внутрь, то есть расслабляя всю. То есть вы, например, вот здесь прошлись, вот под, да, вроде. У вас движение идёт от вакцина. О, здорово. Да, это вот вопрос самомассажа. Сейчас мы этот момент тоже подсветим. Дальше поближе сюда, да, и вот вы максимально доходите до центра. И дальше мы можем ещё по надбровью пройтись. И таким образом обычное движение вокруг глаз мы сделали точно. по поводу, да, самомассажа. Очень важно, чтобы вот локти были свободны. То есть когда мы действуем как-то вот, как-то заломы кистей у вас чувствуются, да, то вы тогда не опорны. У вас пальцы не перестают быть сильными. Здесь нам важно сильные пальцы. И поэтому вы локти как-то выносите, да, или вот двигаете им вот так. То есть они у вас всё время в движении. идёт движение от лопатки. Получается. И сейчас мы это поделаем. Я так понимаю, у многих гель уже на глазах. Да, потому что это локтилист. Вот же вы. Ну, мы уже потренировали. Так. Усердно тело. Мне тоже подслов, да. А, кстати, там же был момент, что тоник. Рекомендовала Виктория использовать тоник. Мы его можем... Как вам? Да, я буду, значит, тогда подходить, когда... Попробуйте добавить гелия. У кого есть рядышком, да? Гелия тоник. Так. Ну, только вам важно ещё попробуйте вот расслабить голову сейчас, чтобы вам почувствовать ощущение. Да, вот, то есть вы в таком положении головы. Есть ли? Я буду, наверное, одной рукой, потому что мне очень удобно. Я вот продвинула ещё. Я тоже представляю, что провожу руку от глаз, чем вы проводили. Мне кажется, вы ближе к глазам. У меня может быть... По косточке. По косточке. Под брови начинаем, потом как бы суживаемся глаз. Да. Крепо. Да. То есть вы можете как идти как по диафрагме фотоаппарата сначала широко, потом поближе. Вот чувствуете по однакам мне такое идёт. Я вот сюда вначале я аккуратно прошлась, а сейчас она расслабилась, подоверилась мне мышца. И я уже... Простили бы. И так. Но я не иду сквозь... то есть я не давлю, я волной ловлю мышцы. что давить как бы не имеет смысла. Чуть-чуть подальше прошлась. И теперь над бровью. Вот. Нет, я возьму этот. Хорошо. Рабочий этот. Ушла, да? Тут я разворачиваю? Нет, нет. Это вот... Из волны. Так вам неудобно будет. Вот так вот. Уже вот этой боковой части. У вас прям хорошая так. Хорошо. Так единственное... Ну, я боюсь сандалис. А! Да, делайте как вопрос. Ага. Теперь я вам добавлю ощущения. Вот именно так. И давайте вот сюда зайдем чуть-чуть. А, как рабочий, как молоточек, он будет работать хотя бы месяц. Живите без длинных ногтей, и вам будет удобно. Потом подстроитесь. То есть вы чувствительностью работаете, будете понимать, как вам дальше действовать. это мы будем височную мышцу. Тут уже височная начинается, мы с ней поработаем. Это ладон. Да, да. будет так. Кто у нас по дороге? А те, кто уже подвигался? Гель не добавляется, когда у вас высыхает, вы тогда больше геля наносите. Тут хватит никакого. Бьете тоником и тоником тогда увлажняете. Здесь чуть-чуть скажения хватает. А у нас куда-то гель, Виктория, зеленый, который гель для глаз куда-то у нас? Нет. А вот это какой? потому что тут это крестовое. Удобно делать или вот эти вещества ага. Чуть-чуть вещества будет. Ага. Куда? Да, да, прям этот покосит. Ну, получается, у меня сильный палец, просто он у меня создает волну. То есть задать мне... Я поняла теперь, что такое волна. Да, да. И вот этот вот прям хорошо будет прислаблять эти заложные здесь вот спазмы. Явно здесь спазмы. А вот с телефоном или с компьютером что-то такое близкий фокус очень. Я не знаю, куда-то далеко смотреть, проводим часом. и вот вот это вот сюда вот здесь вот раз чуть-чуть залепает, а потом носовая мышца вот туда надо внимание будет уделить, потому что она что-то влияет. Не знаю, Чуть-чуть не скольжения не хватает, поэтому делаю может быть более текущее получается. Ну, можно и так тоже. Если бы не тянет вот здесь вот тоже вот здесь уже нужно будет сгоджения больше. В целом понятно, да, Чекиня? Мы будем сейчас делать дренаж, а те, кто уже подзакончил, будут делать, еще работать с точками выхода нервов. Что нам сейчас важно увидеть? Увидеть расположение венозных сосудов, то есть нам нужно создать отток. В целом венозные сосуды так разбитвлены. И там вот недавно я научные источники читала, там был спор о том, насколько есть анастомозы венозные в ДРМе или нет, нужны ли они. То есть там есть всякие нюансы разные. И ну в целом нам нужно примерно понимать, что вот есть направление вот так дренажа и есть через нос. Основное движение мы в прошлый раз изучали. И то, что на картинке не факт, что у вас так. То есть у всех есть особенности. Поэтому тут вот сильно так не кориться на том, что вот точно туда или не туда нам не нужно, нам нужно понимать, что цель наша вот к уху как-то всё задренировать. И мы будем делать сейчас скольжение именно дренажное, чтобы вы почувствовали именно сосуды, а не мышцы. Сейчас у нас была мышца, мы её освободили, освободили ток сосудов, да, и будем скользить. Для тех, кто поскользил, мы будем работать с точкой выхода нерва. Ну вот на лице основные две точки, это вот точка выхода лицевого нерва и тройничного. Это очень хорошо для носогубки их отрабатывать, вы можете их найти. Вот. И точка выхода лицевого она у вас будет ощущаться под бровью. То есть, если вы бровь найдёте начало брови, так как пальчики поставьте, знаете, как удобно. Вот именно большими пальцами основание носа, по нему скользите и вот вы чётко приходите к вот точке выхода. Если вы так хорошо нажмёте, вас прострелит. Нажать сильный нужно только для того, чтобы понять, точно ли вы на нерве. Один раз найти. А так это очень мягкое движение, потихонечку размывая. Если кто был на тайском массаже, они там любят так раз в точку. Я против такого подхода, но это может быть тем южным народам подходит. В целом у них другие фасции, мышцы. Нам нужно именно мягко размыть кожу. Почувствовали, что пальчики провалились мышцей и дальше уже на косточку прижали и вам на каждое ощущение должно быть именно размывание, а не боли. Мы тут с триггерными точками не работаем, мы потихонечку освобождаем напряжение. Это для такая функционативная работа после того, как мы подренируем. А сейчас покажу, что делаем с глазом. Мне нужно самой поскользить. Тебе. Так, это моя ватка. Так. Ага, возьму гель. При нанесении крема или геля вы, соответственно, нанесли, продвигались вот так и сразу у вас будет дренаж. И вот на этом наше скольжение будет заканчиваться, дальше нам нужна будет сухость. И в формате нанесения геля вам хватит этого времени. Я нанесла и моя задача сейчас почувствовать, что как будто мои пальчики стирают воду со стола. Вот у вас пролилась вода и вам нужна тряпка или там рукой ее стереть. И как у вас пальчики будут ложиться? Они будут ложиться не вот так, вам нужно побольше объема, чтобы захватить побольше сосудов. И продвинуть. И как вы попадаете на сосуды? Тогда, когда ваша рука расслаблена и полностью плотно лежит и скользит. Вот вы тогда на уровне сосудов находите. я продвигаюсь вот сюда. Здесь мы можем делать вот таким образом или может быть вот так. Я предлагаю сначала дренировать нижнее веко, когда вы наносите гель, потому что оно более деликатное. Здесь у нас уже мышцы помогают, если что-то подсохло, ничего страшного, вам здесь можно дренировать. Есть два варианта, когда у меня уже начинает подсыхать. Два в обе стороны или рука за рукой. Рука пальчик, то есть пальцем за пальцем. Пальчики вот так, пальчики вот так, такой крестик. Это подходит для тех, у кого особенно с отеками есть сложности. Вам вот такая волна постоянная, она для сосудов эффективна. и мы сейчас будем с вами тестировать вот это ощущение плавности. Попробуйте движение двумя руками, просто потом крестиком пальчик за пальчик с одной стороны и верхнее веко, когда один пальчик под бровью, другой над и дальше вы заглаживаете. я сейчас особенно осознанно вас не веду в лимфатический дренаж, чтобы вас не запутать и не испугать, потому что там уже будет дренаж лимфатических сосудов и все остальное. Вы можете уходить и дальше, если есть ощущение, что прям хочется дальше продвинуть. Даже если это будет такое легкое движение, тоже хорошо. Когда вы если крем наносите, у вас там есть скольжение. Если не хватает, то можно достаточно сюда будет отлично. Я при нанесении нижнем разношу вот так. Давайте действовать по такому плану. У кого есть скольжение, поднимайте руку, я буду переходить. Вот чтобы моя рука прям расслабилась. Если скольжение плохое, то рука начинает напрягаться, чтобы какой-то деликатности соблюсти. Чувствуете передо мной как будто кожа немножко волной идет. А вот у меня расслабляет, чуть-чуть закончился. Но гель классный, действительно, он вам даст или по крему. Вы потом потестируете, что вам комфортнее. То есть я прям под самый ... Да, да. И вот да, под самый нижний век. Туда не боимся, потому что это вечная история, что все делают так глазами. не касается. Тогда да, бедные глаза там уже вот глазницы уросли, а мы все так над ними. По косточкам кладут, получается, что нет, они на линии, да, получается... На самом деле никто не знает, то есть я вам даю опору, чтобы вы понимали, как это работает, да, а дальше это уже домыслы такие маркетинговые, как косточка, не косточка. Не, ну и просто можно совсем под глазами, получается, можно, можно, конечно, да, вы не навредите. Так, вот здесь вот мало скольжения получается. Здесь нужно будет больше скольжения, вот вообще водой. Да. Если где-то у вас получается, вы наносите гели и там расслабляете круговую мышцу глаза, чуть-чуть расслабили, не чувствуете, у вас начинает впитываться, можно подренировать, потом дорасслабить круговую. Это уже на автоматизме происходит. Подренировать это вот то, что мы сейчас делаем? Да, да, дренаж, да. Все? Угу. Так. Где? Ну, это и это не было. Добавляю скольжения. Угу. 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 Кстати, вот еще по поводу отеков, для того, чтобы хороший дренаж был, обращайте внимание на расслабление жевательных мышц. Мы их тоже сейчас не брали, но они такой краеугольный камень, что там у вас если напряжение есть, то у вас заблокируется венозный отток. Я хочу словить мешочек. Для тех, у кого вот мешочки под глазами, вам важно, чтобы вот его словили и как бы вот его волной повели. Очень важно. И особенно будет хорошо движение рукава. Пальчик за пальчиком. Да, да, да. Для тех, кому уже скучновато и дренаж закончили, делайте расслабление точки выхода нервов, которые я показывала. Ее хорошо расслаблять какое-то время. Если вы будете каждый день это делать, ей уделять внимание, то вы будете делать это быстро, всекомо. А сейчас посидите спокойненько, почувствуйте ее глубину. Сейчас будет просто подольше работать. вот это. Чувствуете, вот я отдельно суху беру, то есть я не беру это. И вот я туда раз и двигаю. Сколько минут для дренажа? каждый день я предлагаю маленькие шаги, чтобы вам планомерно работать и не слететь. Чаще всего просто вот это вот слететь, что-то поделали, потом перестали. Делайте где-то три или пять раз. Кстати, еще классно дренаж делать, когда сидите в душе или в ванной, там хорошее скользение из-за воды, можно так глаза над ними поколдовать. Там тоже что-то масло дарило в ванной. Да, возьмите какое-то там, можно масло кстати взять. Очень важно. И вот это есть эффект уже от этого, да? Именно до сосудов да. Но мы сейчас кто хочет помассировать хорошо, мы сейчас дальше дойдем. Это будет тоже. Мышцы, которые на косточь, надо посильнее. Степенно поверьте моему опыту обучения многолетнему. То есть сколько я обучила людей, они так удивляются, что ой, я что-то делаю. Но именно магия в том, что когда вы ставите руку. Здесь в этом смысл. Когда делаете точное движение. Итак, мы подренировали глаза, очистили, расслабили, расслабили диафрагму фотоаппарата, очистили ткани, расслабили точку выхода нервов, переключили нервную систему. фотоаппарат. Будет мягко. И теперь мы поработаем более детально с круговой мышцей глаза, специально для тех, кто любит с мышцами работать. И нам уже не нужно будет скользения. То есть у вас крем питался, вы сначала расслабили так, подренировали, питался. Все. И мы будем ее отрабатывать по ощущениям. У каждого есть какие-то свои моменты, где вот есть напряжение. У кого-то в зоне внешней, стороны глаза, у кого-то ближе к носу, у кого-то под бровью. И вы можете на них сосредотачиваться, предлагая себя изучать и чувствовать, как вам где комфортно. Потому что вот это ощущение вам поможет потом, когда вы будете обращать внимание, что смотрите в компьютер, заодно массируете. Ну то есть вот это вот появляется на автоматизме. Нам нужно поработать вот зону, у кого-то здесь вот подсморщивает и получается начало гусиных лапок, потом здесь уже будет влиять височная мышца. У кого-то мышца сморщивающая нос будет влиять, у кого носогонные складки особенно, это вот здесь. Тогда будем ближе работать. Вопрос? Нет? Или вы смотрите? А, у кого-то будет влиять мышца сморщивающая бровь и вот эта точка как раз здесь сезона выхода нервов. Ну и будем ближе вот туда под косточку залезать. У кого-то будет кончик брови, он переплетен получается с височной мышцей и вот тоже здесь поработаем, но потом будем уходить в распах, в распахнутый глаз. Кстати, с височной мы в большинстве раз уже работали, и вот у нас уже перекличивая височная, если работать, но глаза влияете. Не делали височную? Помните, мы делали? А, височную забыли, да? Ага, хорошо, сейчас помним. И что я предлагаю делать? Здесь метафора такая, вы пальчики ставите как бы немножко под косточкой и скользите внутренней поверхностью кожи, ставите на место. То есть, как бы приколачиваем глаз, у нас он хочет вниз, а мы его приколачиваем повыше. Вот эту точку словили и круговыми движениями массируете, размываете напряжение, но вектор у вас вот этого размывания не сколько внутрь, а сколько вот он наверх идет. То есть, вы внутрь и наверх. Понимаете, вот это вот ощущение волны наверх чуть-чуть. Я имею в виду вот на одной уже точке. Раз. А тут не смещается, а просто подтягивает, да, получается? Да. То есть, вы подтягиваете наверх. Эту точку идем, куда мы смещаем. По глаз. Лучше наверх. Вот у нас в лифте. Да. Но здесь могут быть нюансы. Сюда, вот, например, сюда, в эту зону, да, сюда. И еще вы можете идти за волной мышц. Это уже тогда, когда чувствительность нарабатывается, то вы можете по ощущениям идти, вот сюда мне хочется расслабить. Для тех, кто начинает, хорошо. Получается, мы идем в сторону напряжения и размываем там. Да, в зону напряжения и размываем, да. А потом в зону легкости как-то собираем. Да, могло быть так, хорошим это хорошо. Так, и нижняя я показала, да, вот мы идем. Предлагает внешнего века двигаться к внутреннему. Прошли. Постояли на зоне там, где у нас синяки из зоны напряжения. Здесь, кстати, кинезиологи любят говорить об этом, что вот здесь именно крепится с внутренней стороны твердая мозговая оболочка. И вот если у нас есть напряжение у твердой мозговой оболочки головного мозга, спинного мозга, то вот оно будет влиять на вот это сморщивание бровей. Вот здесь мы тоже можем влиять на напряжение мышц. Но в целом, как мы понимаем, что если на твердую мозговую оболочку влияет перекосы таза, что-то вопросы с позвоночником, то, конечно, оно будет приходить, возвращаться от напряжения, но вы можете его тоже снимать. Так, здесь поработали и дальше мы идем, вы можете попробовать большие пальцы и вот внутрь как бы вы их подзакатываете. Здесь будет ощущение, что косточку и немножко наверх. Вот вам, кстати, вот как раз я все хотела. Вот именно это ощущение под рома. С бровью еще вариант у кого-то от точек будет ощущение, а у кого-то будет вот от такое есть упражнение подковка, когда вы пальчики под бровь ставите, сверху накатываете, вам тоже будет здорово, и потом расширяете. тут мы работаем с переплетением лобной мышцы и круговой мышцы глаза. Когда вы снизу взяли, сверху накатили и растянули. И сейчас я буду вам подходить и показывать эти ощущения. Так, будем по такой схеме работать. Я вам покажу вот точечку, как она идет и где больше вам актуально работать. Какой зоны. получается вот около зоны носа. Вот здесь ощущение будет такое. Похоже было? Похоже, но у вас как-то более направлено, скажем так. Да, вот эту точность нам нужно отрабатывать. Чуть еще нет пока. Да, да, так вот гвоздик у нас. и подсобираем. Не спасибо, Азия. Вот здесь мы уже будем мышцы носа. Так это хрюжа на дуне. Да, мы к ней сейчас подойдем. Взял. Так. А, я бы хотела брови показать на стимпе мышцы носа. Я бы наверно вот сюда бы залезла, потому что там у вас свободно. Нет, там еще глубже можно. А? Там еще разработано без болевых ощущений. А, уже разработано? Конечно. А у интересует что все мягко. Да. Есть волна, кстати, да. Бровь мягкая, она без зажимов. Ну, вот я бы здесь посмотрела. Там шрам. Да, вот со шрамом он подстегивает чуть-чуть. покажу зону. Поисследуйте еще вот эту мышцу. Вот оно направление есть у вас, да. И мышца сморщивающего носа, вот то, которое я вам сейчас показывала. Там действительно может ощущение быть, что вы на косточке. Они тоненькие, и когда они подзажаты, они еще становятся совсем тонкими. его может быть ощущение. Но здесь зато есть упор, кость. И она помогает. Потому что вот здесь, например, смещение щелочной мышцы различной. она здесь. Тут тоже начинаются нюансы, как бы аккуратно надо. Вот. И еще вы можете ее найти, когда вы делаете вот так. И вот ее потом расслабить, и вот она у вас отсюда идет. У меня ощущение, что у меня нос как бы за мной к височному уже отдельно. В общем, поисследуйте параллельно, пока я подхожу, и каждому еще, наверное, сразу, каждый. Это мышца сморщивающая бровь. Она вот видите, как-то вплетается плотно. ее наверх, да, наверное? А с ней как мы работаем? Ее хорошо, да, наверх. Вот именно от получается там, где у нас синяки под глазами, вот она оттуда идет, и вы под бровь как бы идете, и наверх головки брови, сюда. Можно потом ее подковкой расслабить. Да, тоже вот так можно, да. Вариантов много, кстати, пальцами можете исследовать, как вам комфортно. Вот основной метафор это вас скрутить и подвигать. Это такое правило миофасциального массажа. Чуть-чуть я пережимаю, потому что хочу вам показать силу вашего напряжения там, но вы можете размывать более медленно. Последите за своим языком, дыханием, движением, в плане вот где он лежит на небе или на небе, здорово, когда жуете, когда он использовательный использовательный, потому что вас будет от подъязычных может зависеть напряжение, которое у вас сюда приходит. Ну и на облаком числе, оно просто вас отсюда подхватило, и у вас чувствуете губы реагируют, это вот привет подъязычным. Это будет влиять на глазах. Ну и жевательные, вот они, вот они, напряжение жевательного снимателя будет влиять. Если у вас вот этот вот отек, который зажат, он зажат получается между вот этим напряжением и вот этим. А вот здесь вот оно, то, что образуется, это вот, можете, кстати, вот даже раздлинуть ее вилочкой и работать так. есть ощущение вот это вот как бы, что оно начинает размываться здесь напряжение, да? вот он отсюда. Вот этот мешочек, который начинает образовывать. Это именно мешок. вот его именно потихонечку вот так вот как бы отстеливаете, да, и вот наверх. с фасцией работаем, с фасцией и с самим жировым мешком. Такое перекрестное немножко движение у нас будет с мешками. Так, носовая. И обратите внимание, что височная мышца большая. И поэтому тут у вас будет движение как раз найдите у себя косточку вот здесь вот, да, от глаза, который выходит. Вот как бы она вот здесь вот. между ухом и глазом. Вот она здесь. И вы от нее как раз найдете эту височную мышцу. Расположение височной, оно идет как бы наверх и наскосок. И я предлагаю делать три дорожки. У вас получается где-то близко к уху, посередине и наверное вот, да, середина от глаза, где-то от уха и от кончика брови. И тогда вы обхватите всю мышцу. Если представить мышцу, у нас много разных таких представлений про мышцу, в силу того, что за последние 15 лет вот моей работы представление мышцы о фасции менялось. И если как бы мы думали, что белое, красное вещество, то сейчас есть понимание, что мышца, она не сколько из красного вещества состоит, сколько вот из пленочек. Когда мясо режем, мы видим пленочки, такие авоськи. и это фасция, которая обволакивает мышцу еще внутри сеткой. И среди него находится красное вещество. Для чего это рассказывает? К тому, что фасция, как любая соединительная ткань, когда у нас порежется, рубец образуется соединительная ткань, она имеет свойство разрастаться, если есть напряжение какое-то и застой. И здесь вы найдете много маленьких таких узелков, то есть напряжение, то тянет, то не тянет. И вам их нужно размассировать и разровнять. То есть вам надо утюрок этот сделать. После того, как вы там месяц посидите на височной мышце, обычно вот как раз мои ученицы делают так. Они вот как раз вот так вот разговаривают, смотрят там кино. То есть заодно очень классно. Вот если сериалы вы смотрите зимой, то вот можно... У меня есть подруга, актриса, которая очень такой ведет шальной образ жизни, но она когда смотрит сериал и говорит, Лена, я значит смотрю сериал, делаю массаж. Она при этом хорошо выглядит. И когда вы ее отмассируете, вы уже можете вот так вот просто пройтись и вы будете чувствовать, как вот за вами височная мышца пошла волной и вот она вот здесь остановилась. Вот у меня вот здесь закончилась, где косточка. То есть очень важно, чтобы понять, что висок он не вот здесь. Он как бы очень больше намного. И чувствуем, как мы прицепились к косточке внутри, внутренней поверхностью кожи помассировали мышцу и почувствовали вот это натяжение волну, которую вы двигаете дальше, продвигаете дальше. Мышца очень сильная и она так может хорошо подстягивать. То есть представляете, ну вот маленькая круговая, которую мы сейчас отрабатывали максимально, но вот если будет тянуть височная, то как бы круговой сложно сопротивляться. Так, у нас еще жировые пакеты и да, приспомнил жировые пакеты и дерма. Сейчас пройдусь, да, сделаем височную и потом у нас еще будет последний блок жировые пакеты и дерма. Так, иду к вам. Вожу фазу. Я буду показывать такое общее движение и искать какие-то ваши личные приличные силы. Вот там нашлось. А вот здесь вот, скорее всего, здесь уже не так тонус мышц, потому что здесь перетягивают сюда. Ты тоже натоник делаешь? Это по сухой кожи, то есть можно уже использовать жировой... Это ампоцетик, чтобы у вас хранить. А, да, это да, чтобы у вас между вами не гулять по лактериям. здесь и чужой бетербеон. Ну, просто раз, сюда вот ее. Вот она. Есть? Так. Вот хочется скальзываться. Я чувствую, вы уже в массаже достаточно давно что-то делаете, да? Нет, просто у меня переехал троечный нерв, и когда мне предложили операцию, мне пришлось поменять профессию, чтобы восстановить себя. И заодно черепно-лицевое поизучать. Понятно. Я вышла здесь сначала по косточке, а потом уже в саму мышцу. Просто у меня очень подвижные кости, на самом деле, очень сильно переживают. Видно, то есть она меняется. Угу. Поэтому я серьезно говорю. Свободная к вам. У вас, скорее всего, тогда на века нисколько височно влияет, что она достаточно такая свободная. Тут можно что-то поработать, а хорошо. Скорее ваше... Ну вот, понятно, что там с детства у вас есть немножко, да, вот так голова и что-то не прокидывает. То есть вам именно вопрос к куличам и к задней вот поверхности. Ну, вообще сбалансирование, балансировки тела. Потому что вот это напряжение, оно приходит к задней поверхности. Очень много. Очень много, да. И потом оно, когда долго-долго тянет, потом уже мышца ослабляется, она начинает еще падать. То есть сначала надо восстановить тонус мышцы, а потом ее еще расслабить. То есть мы приходим в итоге к ощущению, что виски очень приятно массировать. Ну, то есть они сначала болезненные, а потом приятные. Но вы можете более деликатно действовать просто за счет времени. Прямо теленько вы поднимаете. Здесь мне очень под пальцами нравится, что у меня как бы вроде свободно, вроде как мышцы свободные. На самом деле это и люди, потому что у вас там скорее всего было много напряжения, учитывая вот здесь вот морщинки, да, ощущение дряблости века. То есть это вот как раз мышца, которая была долго напряжена, а потом она стала дряблой. То есть вам сначала там нужно создать кровоток, и чтобы она чуть-чуть стала пообъемнее, а потом уже ее еще раз массировать. Значит, что кровоток создается? Здесь можно получается по ощущениям вот прям внутрь ее то есть не поверхностно действовать, ой, у меня расслаблено, а вот внутрь туда заходить, так что она там внутри. Можется, она тоненькая, такая ее прям косточки пришивать. Есть? Да, да. Я бы сказала вот здесь вот больше, да, вот на дужку. И вот жевательная там. Да, выживательная у меня сильно. Вот баланс между выживательными и височными на месте пульсии, потому что скорее всего здесь отек за вот них. Здесь тоже так же, да, с уговым тяжелым? А, вниз. И отпускать течерсть. Вот. Именно вот этот угол, да. И вот туда, туда, туда. Здесь даже болит. жировые пакеты мы их подвигаем наверх. Мы на самом деле с ними уже работали, потому что когда была круговая, мы их подхватывали. Там весь единый фасциальный слой мышцы и жировые пакеты. Но мы сейчас сделаем немножко с гимнастикой для глаз. Она очень помогает. это фото я нашла на сайте тех, кто занимается хирургами. Вообще на самом деле сложно найти хорошие анатомические фотографии, потому что очень много такого, ну, не очень правдивой информации в этом плане. Вот. И здесь изображены пакеты, их видите, много, они из поверхности, есть более глубокие. И то есть в целом их больше, чем нам кажется. Но на чем мы можем с вами сосредоточиться? На вот тех, которые под нижним, на нижнем веке и вот немножечко сбоку те самые суфы. И что я предлагаю делать? Я предлагаю пальчиками пальчики поставить на косточку и немножечко вот пакетики подсобрать. Вы можете попробовать это сделать и вот и кончиками пальцев или вот так. Попробуйте, как вам будет удобно. и потом вы поднимаете глаза наверх и вы почувствуете, как у вас пакеты скользят под глазами. Чувствуете? Между пальцами и веком. И дальше начинаете смотреть назад и делаете такие, как наверх смотрите и делаете качельки. Качельки. я чувствую, что на пакет. Ага. Ну там будет понятно мышцы и будет еще пакетик. Можете поставить кончиками пальцев или можете просто параллельно. обновить как пакеты чуть-чуть. А вы делаете в горку въезжаете внутрь и наверх чуть-чуть. без скольжения, да? Без скольжения, да, да, да. Зафиксировали и двигаем глазами. Да, и двигайте на котельки такие делаете. То есть мы и работаем мышцу, включаем здесь, да, и мышцы подстегивают начинает на себя жировой пакет за счет фасции. Она забирает. Хорошая штука такая, рабочая. И можно еще... Да, будет тоже расслаблять. Еще можете сделать просто моргание глаз, вот когда много-много расхлопать. Вообще моргание глаз можно еще так делать, когда вы подхватили височные мышцы, тоже поморгать. Это из-за гимнастики для глаз. И второй момент, который мы сейчас будем отрабатывать из пакетика. А, у кого суфы, вы можете также сделать суфами чуть пониже, да, вот вы потом подхватили и пошлепали глазами, включили чуть-чуть мышцу. Наверх. Еще второй момент именно с суфами. Вернетесь, если вернутся на шаг назад, то нам нужно их также подсобирать кончиками пальцев. Суфы это вот когда пакет. Вот здесь вот, еще второго. Вот здесь вот, Насклонится. Так, они вот как его отметили, вот они как раз скуловой подглазничный жировой пакет. Вот они его розовым отметили. А вот эти жировые пакеты нам очень нужны, ценные. Я всегда топлю за то, чтобы эту зону максимально деликатно обходить, то есть ее не с грибками гуаша, не как-то пытать, а вот именно больше снизу. И обходить лучше локально здесь поработать, здесь, здесь, чтобы здесь сохранить максимально эти пакеты и не перемалывать их. Им тоже нужна вязкая эластичность, в смысле пластичность, эластичность, но лучше делать это более деликатно. И следующий момент, что нам нужно с глазами, с самой кожей поделать. Мы называем сопряжение тает складка. Скажу вам честно, я такой торопышка, и я его не так часто делаю, но она очень эффективна. Если вы тоже торопышки, пусть знаете, что это хорошо, что это будет работать. Вы берете столбик, нижний век у вас, и вы берете столбик кожи. Подхватываете ее таким образом, чтобы у вас захватилось внутри по ощущениям кожи, мышцы и что-то еще под ней. И начинайте перетирать вы не по коже двигаетесь, а вот это внутри складка. То есть вы складку собрали, и вы внутренней поверхности складки тихонечку перетираете. Тает складка, что значит, что вы медленно, вот я сейчас покажу, как это будет происходить. Вот так медленно, медленно двигаете внутри. Это медленно или, да, медленно, правильно. И она потихонечку у меня начинает из пальчиков вылетать, потому что там слои между собой становятся более пластичные, и она начинает потихонечку уходить. Вы, похоже, из моей оперы, да, любите, что я быстрее, посильнее. Есть еще, да, момент, вот можно дерму, и вот так ее прорабатывать, но с глазами, с точки зрения большого количества людей, чтобы всем подошло, и с грыжами, и с деликатной кожей, вот именно тает складка максимально деликатная и рабочая. Поэтому я ее предлагаю. И вы делаете эти столбики по всему нижнему веку, то есть вы можете их внушить, и вы можете еще вот сюда пойти, у кого здесь вот туда есть гусиные лапки. С гусиными лапками, мы поняли, да, работа с височной мышцей, круговой мышцей глаза, и вот у вас еще поперек. Но вот это движение я предлагаю делать в конце, после того, как вы все отработали. А вот это я бы лично с лапочкой с поперечной вот, как вырусил. А это у нас колбо относится, не глазами. тут нам надо еще сзади тут поработать так, всяко. А для того, чтобы нам у нас есть эпидермис, дерма, мышцы, между ними фасции, все это такое тоненькое еще, там, жировые пакетики, и нам нужно создать скольжение, чтобы микроциркуляцию улучшить, питание тканей. И вообще, в целом, когда вы разговаривали, чтобы у вас веко такое, ну, живое, чтобы вы улыбались, у вас там раз, все смялось, расправилось. Очень хорошо помогает, вот, кого вот здесь образуются морщинки, вот, под глазами. Это часто бывают или отеки, да, или вот это напряжение, когда у вас склажин. Да, от сухости, вот, про микро... Да, про циркуляцию я говорила. А вы можете нам циркул показать вот тут. На себе. На себе, да. Как бы вот уже в целом. Да, я чувствую мой глаз замученный уже. Сейчас я сделаю. Давайте мы... Не надо будет делать. Да, я сейчас две минутки расскажу. Что мы можем делать? Как сделать, чтобы это было 3-5 минут, да? Если у вас есть какие-то моменты, которые вас задерживают на вот этом утреннем нанесении крема, отводите их вот на что-то там в течение дня, за компьютером посидели, в височную мышцу, или там на ночь. То есть вы носите это просто из этой 3-х минутки. А в основном это височная мышца, может быть, что носовая мышца, вот на ней можно посидеть, там вот с глазами что-то. А вот сама эта 3-х минутка по глазам, она будет выглядеть вот таким образом. Будет сейчас показывать всем, как у вас снять? А, давайте, да. Надеюсь, я буду удачно выглядеть. я буду с закрытыми глазами, чтобы я вроде быстро делаю, но я вот четко чувствую, что я иду по косточке и чувствую, как мышцы, ну вот глаза у меня поддаются этому расслаблению. Дальше я начинаю сливать воду. У меня есть ощущение, что я и по нижнему веку вот так скольжу, как по воде. Это очень приятное, такое расслабляющее ощущение. Можно пойти рука за рукой. Мне хоть сейчас хватает скольжения. очень важно, чтобы глаза были расслаблены. Я сейчас закрыла их. Дальше двигаюсь. У меня нижний пальчик более активен, потому что он двигается как раз для дренажа века. Отлично. Я подренировала и теперь прохожу по круговой мышце глаза и немножко ее массирую и как-то приподнимаю. Можно пройтись три раза. Я вот по только нижнему веку сейчас иду. Или просто до ощущения, что вы чувствуете, что она расслабилась. Здесь можно пройти большим пальцем тоже три раза. и я каждый раз очень важно быть в контакте с собой, чтобы у меня мышцы раз, они позволяют немножко глубже пройти и там тоже же есть чем позаниматься под косточкой. Это очень приятно мне. Я радостно туда иду. Потом я проверяю точку выхода нерва, размываю. Она у меня хорошо реагирует. если вы словите вдох или сглатывание, это тоже хорошо. Это такое означает, что переключилось напряжение. И дальше у нас пыли, да, отковки можно пройти. у меня сейчас есть еще скольжение и поэтому оно не мешает немного, если оно можно наконец переместить. И дальше что же у нас с вами было? А, проверяю височную мышцу и немножечко вот здесь важно не в зеркало идти, а вы идете немножечко голову наклоните и вам будет удобнее сгруппироваться. И вот я дошла сюда. В целом можно напомнить височную мышцу, что ей хорошо расслабляться. Мышца носа. Здесь вот этот момент классно пройти. Обычно эта зона пролетает, а вам если чувствуете вылетать, вернитесь на шаг назад и пройдите ее. И вот сюда исследуем мышцы сморщивающей вровь. Дальше я подхватываю жировые пакетики глаза наверх делаю качельки сделаю и далее делаю жмине тает складка. Если вы чувствуете, что вам не хочется долго сейчас на этой складке подвисать, почувствуйте, что у вас хотя бы она начала чуть-чуть таять и можно переходить к следующей. То есть пусть это будет хотя бы начало этого таяния, но это будет тоже хорошо. Все, вот сейчас ловлю только когда она начала у меня из пальчиков вылетать это значит дерму и дерма начала выскальзывать. Так, отлично, и теперь посмотрели на телефонах сколько это было минут. 4 часа вот смотрите, уложились мы с вами. А вообще рекомендуется время суток какое-то иметь значение для меня? Глаза хорошо расслабляйте на ночь, а утром хорошо дренировать. Ну то есть можно даже эту штуку разбить. Вы можете как-то, например, дренаж утром делать, крутить дренаж, а на ночь делать какие-то такие еще. Нужна ваша помощь? Какие у вас есть идеи и желания на следующий мастер-класс, чтобы мы попали в точку с нашими задолготами? На валыщ. Еще раз на валыщ. Парижа. На валыщ. 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 Таненька. На валыщ. На валыщ. На валыщ. В декабре уже вышла? Да, месяц пока у нас такой тэнк. Мне еще хочется с вашими грудными клетками поработать. грудными клетками. На валыщ. Но здесь с массажными движениями обычно немного из моего опыта вот сам массаж здесь, здесь обычно не хватает силы рук. И дальше уже начинаются гаджеты. Всякие мячики, банки. Но здесь в формате не очень понятно. А еще палка движения. Да, да. на руке. Да, да, я читала. Я читала, что эти японцы сморщили на лод полки. Да, но дело в том, что туда можно убиться и делать массаж, но она не зависит от скольжения вот суставов. Здесь суставы ключичные, грудин ключичные, дальше вот здесь вот сустав между рукояткой, ключицей, ой, грудиной, потом вот здесь сустав лопатки, которая переходит дальше лопаточным, потом скольжение лопатки, совой руки и еще подвижности межреберных суставов. То есть тут очень много моментов таких. Ну, к сожалению, они настолько, вот я сегодня дозану свою клиентку, там лопатку ей, там есть соединение, под лопатку уходит ромбовидно-зубчатые мышцы, они вместе соединены, они там фасциально, и они под лопатку заходят и блокируют ее скольжение. И под лопатку она, нет, я, значит, я... Протома-массаж сейчас говорит, да, что-то не может, да, то есть под лопатку? Ну, вот как-то из опыта мы можем взять теннисные мячики и тут покататься, почесать нам стенку. Тоже вариант. Но это вот из опыта вот боли остается в работе, потому что я вам предлагаю те техники, которые вот на моем опыте остались в работе. Ну, в прошлый раз, помните, грудной отдел расслабляли? Ну, там чуть... Ну, все очень страдали, что мало напряжения, ну, что мало силы рук. Там не хватало. Где ни возьми, везде бомба. Там, знаете, есть такой момент, есть такой автор Томас Майерс, который написал там анатомические поезда. Вот он как раз такой вот человек, который продвигает тему фасций и связей. Вот. И он, значит, у него есть такая концепция, что есть мышцы электрички и мышцы электрички, и мышцы экспресса. И вот как раз грудная мышца, это и мышца экспресс, которая вот она нажимает, мы ее видим, и мы хотим ее расслабить, но она на самом деле на все напряжение не влияет. Влияет мышца электричка, которая более глубоко, вот ее, если мы расслабим, то у нас расслабится здесь. Поэтому вот я не знаю, точно ли это целевой шаг, который у вас не так же много времени, а я предлагаю целевые шаги, которые реально вас приведут к цели, а так-то можно делать много, тут помассировал, тут попрыгал, там мешки, то есть прыжки лимфатические. Вот. И, соответственно, здесь будет, по-моему, мышца электричка, в этой зоне, насколько помню, межреберные, они глубоко вот туда нужно. И малая грудная, вот она отсюда, мы достаем. Тут как бы подумать надо. Как добраться? Скоро мы тут откроем коврики, из-за чего-то. Такой? Я чуть-чуть. Зачем? Я задерживаю. Тут не нужна тебе побоя. А, без крема? Тут не нужна побоя. Тут и нужна брожонка. Да. Иди разгоняйся. Так, ну, в общем, овалы, я поняла. Овал, холка, лёгки. Я сочинял. Желаю. Овалы, холка. Крудной отдел. Да? Ну, это интересно. Мне это вызывает азарт. Хороший это сделать. Ну, тогда отлично. Спасибо вам за мастер-класс, за ваше участие. Благодарю вас. Спасибо. Продолжение следует...